Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором каждый день публикуется огромное количество видео по танкам. Хотите ничего не пропускать, быть в курсе всех новостей, а в день их бывает более трех, подписывайтесь на оба моих канала. Дело в том, что подписчикам YouTube отправляет не более трех уведомлений в день с одного канала, соответственно, таким образом вы сможете получать уведомления обо всех видео, которые выходят. Я снимаю обо всем, что только разработчики для нас делают, и в прошлом видео мы с вами обсуждали танк седьмого уровня, заценили его в базовом состоянии. Хазард в базовом состоянии показал себя не очень интересно, а вот в топовой комплектации. Посмотрите по ссылочке, которую я положил внизу под этим видео. И кстати, ребят, в магазине появился ActionX на продаже, и на него я тоже заснял обзор, и на втором канале, ссылку на который вы найдете в описании к данному видосу, вы можете посмотреть абсолютно честный обзор на данный набор и на саму машину. В общем, подписывайтесь на оба канала, буду вам благодарен, а еще обязательно прожимайте на колокольчик, выбирая все уведомления. Для того, чтобы получить себе данную машину, после того, как вы прошли седьмой танчик, то есть танчик седьмого уровня, выкачали его на полную, вам необходимо будет еще 1330 аккумуляторов. Что это в голде? В голде это 1330 золота. Короче говоря, каждый один аккумулятор пока приравнен к одному золотому. Покупаем себе данную машину, ну и, соответственно, просматриваем короткое красивое видео. После этого машина у нас есть в ангаре, и она у нас в базовом состоянии. Что в базовом состоянии данный тяжелый танк собой представляет? По броне башни здесь у нас во лбу 187 миллиметров, борт 92 и корма 77. В принципе, приемлемо, все нормально, все окей. Это восьмерка, и мне почему-то кажется, что для восьмерки 1800 единиц как бы чуть-чуть маловато. Хотелось бы немножко больше. Угол склонения орудия вниз у машины минус 7, а значит, с учетом формы башни и наличия брони в башне, играться должно от башни неплохо. В отношении ДПМа 1750 единиц, и, честно говоря, для базового состояния это нормально. Но вот для топового состояния было бы просто ужасно. Время перезарядки целых 10,6 секунды, с учетом того, что в оборудовании стоит досылатель. Короче говоря, перезаряжаемся долго, а накидываем 310 единиц урона. Ну а на аккумулятивах накидываем 260 единиц. Зато пробиваем 235 миллиметров, а по сравнению с базовым снарядом это существенная разница, потому что базовый снаряд на восьмом уровне у тяжелого танка пробивает 197, что считаю крайне низким показателем по пробитию. Можете, конечно, поставить себе калиброванные снаряды, и таким образом вы получите себе пробитие в 213, что еще хоть как-то, но при этом тогда ваше время перезарядки составляет более 11 секунд. Я, честно говоря, даже не знаю, как лучше. Наверное, поставлю себе все-таки на досылатель, а не на калиброванные снаряды, и попытаюсь поработать чисто от точности. Ну что, ребят, берем машину, выкатываем в базовом состоянии, потом, понятное дело, выведем ее в топ, ну и, соответственно, заценим топовое состояние данной тачки. Ну что, ребят, давайте поехали. Один тяжелый танк в поддержку, и тот в лице фараона, который сразу дергает на направлении средних легких танков. Понятное дело, поеду вместе с ним. Подвижности не хватает прям совсем, под горку подняться просто нереально. Параллельно с тем, хочется сказать, что машина выглядит просто великолепно. Вот внешне, ребята, художники поработали просто суперски. Ладно, бог с ним, с внешним видом. Мы все-таки танки покупаем не для того, чтобы красоваться в боях исключительно красивым внешним видом, а еще и для того, чтобы на них играть. На месте машина не разворачивается, просто не вертится. Маневренность отсутствует полностью, ее просто нет. Ребят, у меня такое впечатление, что мне кританули все. Все, что можно было критануть в отношении подвижности и маневренности, все закритовано полностью. В отношении времени перезарядки, по-моему, я абсолютно не прогадал, по крайней мере, пока мне так кажется, с тем, чтобы этот показатель себе улучшить. Потому что если бы я улучшил себе сейчас бронепробитие, то мне пришлось бы с этой маневренностью и подвижностью еще и дополнительное время страдать, пока перезаряжусь. В общем, пока впечатление не сильно позитивное. Скажу откровенно, я не люблю медленные тяжелые танки, которые не сильно заряжены по хпшке, хотя 1800 даже не знаю. Напишите свое мнение в комментариях, много это или мало для тяжелого танка. Но еду я, короче, уныло, шо капец. Встречаю первого заперника, слушайте, не пробил. Время сведения нормуль, по точности в целом тоже неплохо. А вот свилять от него, пока он перезаряжается, нифига у меня не выйдет. Нифига, сейчас в корму стопудово прилетает. Он че, промахнулся что ли? Ладно, хорошо, промахнулся и да и промахнулся. По точности на средних-дальних расстояниях немножко косит, конечно, орудие. А пробивать начинают просто со страшной силой. Не могу развернуться, чтобы встретить этого товарища. Просто не могу развернуться. Угла склонения орудия недостаточно. Слушайте, несмотря на то, что заявленная характеристика неплохая, я реально сейчас, ну, не могу. Не могу даже кепку нормально выцелить. Только когда я выехал вперед, только в этом случае, когда я показал себя и получил, кстати, пробитие в верхний бронелист. Но это неудивительно, потому что верхний бронелист у меня сейчас стоял, в принципе, как передний, без какого-либо угла склонения, соответственно, без какой-либо приведенки. Но ощущения от танка крайне негативные. Серьезно, я не знаю. Может, он предназначен в базовом состоянии для того, чтобы тупо на респе как-то стоять. И вообще ничего не делать. Вот прям совсем не принимать участие в бою. Или играть исключительно как ПТ-ха. Ну, тогда окей. В отношении запаса прочности, ну, вот та же самая Шкода сейчас 56-я имела 1900 с копейками. Да, там явно улучшенный показатель был. Но 1900, ребят, у меня 1800. И это ощутимо, с учетом того, что она более подвижная. В целом, Супер Хеллкета мог сейчас теоретически зацепить за нижний бронелист. Но у меня это не вышло. Победа сейчас в бою явно не благодаря тому, что я играю на этой машине. Ну, вот 100% данная победа зависит однозначно не от меня и не моих рук дела. Блин, ну вот этот разворот на месте, вот этот вот вход в поворот, ребят, ну повесится охота. Серьезно. Ребята, разработчики, надеюсь, вы помните по поводу того, что гарантировали мне свободу слова. И надеюсь, вы не отберете у меня пресс-аккаунт после этого. Но, блин, ну зачем же вы над ним так поиздевались? Ну, серьезно. Ну, нельзя было так. Он должен был хоть как-то передвигаться по карте. Заряжаю голдовый. Для меня все равно ПТХ остается непробиваемой. По скорости полета снаряда, окей, все нормально, все хорошо. В отношении выцеливания в целом приемлемо. Но меня очень сильно удивило то, что я сейчас ПТХу даже голдовыми снарядами не смог зацепить за какую-то серую зону. То есть я эту серую зону просто не увидел элементарно в машине. Нет, я понимаю, что ее там и не должно было быть, потому что это кумулятивные все-таки снаряды. Вот вам голда, где разница? Фугас что ли закинуть, хоть краску поцарапать на 100 единиц. Но это все. Это просто все. Больше ты, в принципе, ничего не можешь. Но танкует, слушайте. Танкует и по нормальным зонам пробития накидывает урон нормально. Не знаю, пока складывается впечатление следующее. Танк, либо, как я уже сказал, стоять тупо на респе, потому что ты никуда не успеваешь. Вот просто никуда не успеваешь. Там, где начинается массовое побоище, там тебя не будет. Ты будешь работать чисто издалека. Либо это тяжелый танк одного направления, и, возможно, когда ты выкачаешь его в топовое состояние, он будет предназначен, вот как, не знаю, как маус, для сдерживания одного конкретного направления. На каких-то городских картах одного какого-то конкретного проезда. Количество непробитий в целом, можно сказать, что устроило. И те пробития, которые я получал, они были больше связаны с тем, что у меня маневренности, ну, нет прям от слова совсем. То есть он, как вы видели, не едет вообще вперед. Я не знаю, может он по снегу плохо ездит. Но даже разворота на месте просто не было. И мансить на данном танке в базовом состоянии не представляется возможным. Ну, просто, просто, даже теоретически. Ладно, заценили машину в базовом состоянии, давайте посмотрим, чего будет стоить выкачать его в топ, а во-вторых, насколько сильно он изменится. Для того, чтобы выкачать его в топовое состояние, ускоряемся и необходимо 23 520 аккумуляторов, либо та же самая цифра, только в золоте. Покупаем топовое состояние данной машины. Переходим к техническим характеристикам по танчику. Ну и сразу давайте будем сначала играться с боекомплектом. Голды от балды, хотя голда показала себя как-то, прям скажем, не очень. Фугасом не то получилось хоть что-то нанести. Здесь все поправили. Тут не меняю абсолютно ничего, потому что не вижу никакого смысла в отношении орудия. Что могу сказать по изменениям? Давайте вот так, вот разницу сразу видеть. Время сведения улучшается на 0,3. Ну, в целом, на такой большой цифре, как 4,6, а до этого было 4,9, и все это с учетом того, что у нас два слота этому посвящено, то в целом прибавка типа неплохая. По разбросу ничего не поменяется, я уверен, что разницы не будет вообще никакой. Урон в минуту увеличивается на неполных 300 единиц. Ну, блин, маловато. Маловато, откровенно маловато. Все это благодаря тому, что время перезарядки улучшается на 0,6 секунды. В целом будет явно ощутимо, но на сколько, сейчас посмотрим в бою. По пробитию. Слава богу, начинаем подходить к показателю в 197 миллиметров, но я все так же дальше принципиально буду играть на досылателе, потому что пробитие, мне кажется, с его подвижностью, ну, как бы мало чего решает. Кумулятивные снаряды плюс 15 к пробитию по среднему урону плюс 35 единиц на каждом снаряде. Уже будет 310 среднего. Ну, окей, хорошо, договорились. Угол склонения орудия вниз, минус 7, как был, так и остается. Давайте теперь по подвижности. По гусеницам. По гусеницам здесь у нас скорость поворота корпуса увеличивается на целых 5 градусов. Ребят, ну это существенно. Это существенно, это 1 четвертая от того, что у нас было. То есть на 25% крутиться будем быстрее. Насколько мы это прочувствуем, опять-таки сейчас будем смотреть. Но 25% это очень крутая заявленная цифра. Здесь я спорить не буду. По двигателю, ребят, у нас получается скорость поворота корпуса еще немножко там, да, до этого улучшалась. Благодаря гусеницам. И здесь у нас тяговооруженность. Да я не думаю, что это что-то изменит по большому счету. Может под горку чисто чуть-чуть, знаете, там как-то. И то же самое касается мощности двигателя. Ну тут мощность двигателя увеличивается на 1 треть. И я бы сказал, что, наверное, типа тянуть должен бодро теперь уже. А вот средняя скорость танка увеличивается на 3 километра. И становится у нас 24. А, 27, простите. Было 24, становится 27. Ну, не знаю. Не знаю, ребят, что с этого сейчас получится. В отношении, кстати, бронирования по башне. Обратите внимание, что лоб башни становится крепче на целых 20 миллиметров во лбу. И становится уже 187. А там еще и приведенка, все дела. Форма башни. Короче, от башни будет играться явно лучше. Прочность самого танка улучшается на 120 единиц. И становится уже 1920. Вот, наконец-то, тот показатель, о котором я говорил в предыдущем бою, когда мы со Шкодой столкнулись. Ну и в отношении там бортов особо цепляться к этому не буду. Также меняется скорость поворота башни, что я считаю тоже позитивным. Потому что в предыдущем бою вот все, что касалось передвижения поворотов чего-либо, куда-либо, оно меня просто вымораживало в ноль. Ну что, берем машину и поехали в топовом состоянии. Ну что, ребят, давайте тестить в топовом состоянии. Назад сдает получше. В отношении движения вперед. Ну, слушайте, ну он стал, я бы сказал, практически нормальным тяжелым танком. Да, К2, конечно, там летит вперед быстрее. Но обратите внимание, я еду, в принципе, со скоростью Т-34. Ну, может даже немножко быстрее. То есть, в целом, на топовом движке машина начала ехать совсем по-другому. По скорости поворота башни. Ощущаю разницу. Разница точно есть. Но, все-таки, хотелось бы, чтобы чуть-чуть быстрее. Прямо после предыдущего боя. Ну, хоть как-то бы быстрее еще сделали. Была бы вообще красота. Сейчас, пока К2 вообще никого не засветил. Я понимаю, что, возможно, кто-то начнет меня хейтить в комментариях, что я на это трачу время. Но ради интереса, давайте попытаемся на месте развернуться. Ну, получше стало. Ну, ребят, ну реально стало получше. Действительно лучше едет. Действительно лучше поворачивается. Действительно стало как-то немножко покраше. Нет, я ни в коем случае не могу сказать, что он прям летит как-то там вперед. Что он там рвется в бой. Нет, он просто спокойно едет по своему направлению. Он просто спокойно добирается до нужной позиции. И вот сейчас интерес в том, а смогу ли я отыгрывать на этой позиции. Дайте мне хоть кого-нибудь в прострел. Ну, не знаю. Не знаю. Я не могу сказать, что плохо. Не могу сказать, что идеально хорошо. Но и плохим выстрел назвать не могу. Да, я не пробил Супер Гуся. Там брони у него, дай боже, хватает. Если по стоящему Супер Гусю, оно, ну, сведение еще, честно говоря, подкачивает. Но в целом плюс-минус точно. Плюс-минус точно. И сказать, что прям, прям совсем точности нет, не могу. Потому что, ну, это тяжелый танк. С, прямо скажем, не сильно маленьким разбросом. Ну, давайте, давайте тогда я к вам уже подъеду поближе. Буду вас встречать. Я так понимаю, что бой будет, скорее всего, проигрышным. Но у меня есть башня, которая вроде бы забронирована. У меня есть голда, которая на Супер Гусе не работает. Вот против Супер Гуся голду заряжаю. Неа. Никак. Не то пальто абсолютно. Я не этого эффекта ожидал. Я ожидал, что я смогу его пробивать. Но, окей, хорошо, воспользовался глупостью просто соперника, который отвернулся. По скорости перезарядки. Если с адреналином, то вполне себе приемлемо. Если без адреналина, то приемлемо только на каких-то средних-дальних расстояниях. Потому что вблизи, особенно когда тебя окружили, ну, точно не хватает. По броне. Слушайте, ну, пробивают, ребят. Пробивают. Брони, может, и добавилось, но бьют меня, дай боже. Даю 330 в ответку. Но понимаю, что сейчас вынесут, ребят. Ну, вынесли. Просто разобрали с двух сторон. И от этого никуда не денешься. Это объективная реальность. И такие бои тоже могут быть. Если вы не знаете, если вы первый раз смотрите видео на моем канале, то вам будет в новинку. А все остальные и так знают о том, что я никогда ничего из своих видео не выбрасываю. Потому что я хочу, чтобы вы видели все таким, какое оно есть на самом деле. Что по результатам? Один фраг. И то из-за того, что, по большому счету, супергусь, ну, я бы сказал, глупанул и дал мне возможность в него закинуть два раза. А так, в целом, по количеству нанесенного урона, немного, абсолютно, 1590, но при этом второе место в команде по урону. Не знаю, виноват ли я в том, что мы проиграли. Может, я направление неправильно выбрал. Но скажу откровенно, я выбрал это направление по одной простой причине. Потому что понимаю, что успеть за средними и легкими танками потенциально очень сложно. И, скорее всего, когда я приеду туда, будет уже немножко поздновато. Я хочу сейчас переставить на калиброванные снаряды, чтобы получить более высокое пробитие. Понимаю, что теряю по ДПМу, но, возможно, будет играться как-то немножечко повеселей. Ну что, поехали! Ну что, ребят, давайте смотреть еще раз, только уже с наличием калиброванных снарядов. Больше ничего в танке не менял. За своими союзниками, тяжелыми танками. Вполне спокойно успеваю. Не пасу задних. Ну, может быть, чуть-чуть. Может быть, чуть-чуть акула вырывается вперед. Шкода Т-56 идет, в принципе, с такой же скоростью, как и я. Ну, ладно. Не буду придираться. Просто сделаем вид, что стало так, как должно было быть. Ну, хотя бы. Хотя бы так. И здесь стоит отметить, что... Помните, у нас ХП было 1800. Сейчас против нас играет Шкода с ХПшкой тоже 1800. Это то, что я говорил, что у Шкоды в предыдущем бою ХП было улучшено. То есть там была добавочка по ХПшке. В отношении танкования. Не знаю, сейчас будут по мне откидывать или нет. Жду. Жду подсветика. Ехать сразу не планирую. Голдовые до лампочки. По фугасу 50 с копейками. Ну, такое себе. Прямо скажем, ни о чем. Шкоду пробить в башню. Ну, в принципе, в той позиции, в которой он находится, сложновато. Но и... Я-то калиброванные поставил. Рассчитывал на что-то большее. Может, переоценил. Не знаю. Ну, слушайте, по крайней мере, он едет нормально. Ну, блин. Ну, ну, как так? Ну, ну, уже фугасом. Ну, хотя бы краску поцарапать бы. Ладно, объезжаем. Сейчас попытаемся помочь Шкоду разобрать. Я хотя бы успеваю теперь за ними. Я хотя бы... Я хотя бы теперь могу рядом с союзниками находиться. Это уже меня радует. Давай, акула, добирай его. Ну, нет. Не добираешь. Тогда доберет Шкода. Так, поехали следующего искать. Тычку получил. Не сильно расстроен. ХПшки 1920. И, если я правильно понимаю, то еще можно улучшить. При этом 320 единиц урона дают о себе знать. Откатываюсь назад. Кстати, бодрее. И прям ощущаю это. По времени перезарядки тоже ощутимо стало лучше. По времени сведения не могу сказать, что разница ощутима. Ну, по крайней мере, для меня сейчас. По точности я бы сказал приемлемо. Я бы сказал приемлемо. Я бы сказал приятно. Нормально. Вполне закидываю. Вполне нормально пробиваю. Вполне нормально выцеливаю серые зоны. Едем дальше. Едем дальше. Вот сейчас, правда, с кормы к нам заходить будут. И мне вот интересно, я успею перекатиться на эту сторону. Чтобы с этой стороны помочь или нет. Но, давай, покажись. Время сведения вот сейчас подводит прям совсем. Прям совсем время сведения подвело. Хотя мог. Может быть на другом каком-то тяжелом танке. Я и мог бы сейчас не то чтобы зарешать. Но, по крайней мере, нормально закинуть. Кого здесь встречаем? Т-77 получает на 390 единиц. Я получаю не пробитие. Получаю пробитие по корме. Не понимаю, почему сейчас не бросали по мне. Бросали по Шкоде. Но, видать так, соперники выбрали. И прям с существенным отрывом просто разорвали нашу команду. Вот и все, что произошло с нами в этом бою. Что могу сказать от себя по результатам теста данного танка в топовом состоянии? Безусловно, разница ощутима на все 200%. Он стал играться во многих вещах прям совсем по-другому. Может ли он самостоятельно за себя постоять в случае, если вдруг вы куда-то приехали против двоих соперников? Нет, однозначно. Не получится, потому что все же, несмотря на все апы, у вас не хватает возможности мансить на месте. Не хватает возможности разворачиваться для того, чтобы резко менять угол брони. Для того, чтобы таким образом получать непробитие. В отношении альфы. Классно, нормально, приятно. Здесь вопросов никаких нет. И что могу сказать от себя? Хочу ли я себе этот тяжелый танк? А я любитель тяжелых танков. Да, хочу. И да, я довольно часто бы на нем играл. Единственное, что для себя понял, что играть на нем необходимо в виде танка поддержки. То есть ехать только со своими союзниками. Находиться немножко сзади. И как только ты перезарядился, сразу накидывать свой урон. А играть от башни, кстати, тоже довольно удобно и комфортно. Потому что угла склонения не то, чтобы всегда хватает. Но в большинстве моментов дискомфорта я не ощущал. Так или иначе, ребят, пойду снимать сейчас следующее видео про следующую машину, которая появилась. А это у нас будет Argonaut. Ну и, соответственно, жду ваших подписок на оба моих канала, для того, чтобы видеть все видео, которые я снимаю специально для вас. А на разных каналах будут разные видео по разным новостям. Буду вам благодарен, если поставите лайк данному видосу. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.